В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В Караганде прошли выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. В городе отмечают праздник – День пожилых людей. Карагандинских спортсменов чествовали во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова. Сегодня во Дворце культуры Горняков открыли пункт голосования по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. Победу одержал депутат карагандинского областного маслехата Сергей Ершов. Пункт голосования готов к началу голосования. По указу президента Республики Казахстан 1 октября в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента Республики. В них участвует 39 кандидатов. Голосование проходило по строгой форме. У выборщиков изъяли сотовые телефоны. По сообщению Еркары Аймагамбетова, председателя областной избирательной комиссии, из 295 выборщиков явка составила 292. Трое отсутствовали по уважительным причинам. На избирательном участке зарегистрировались 10 наблюдателей, 6 из них международные. В нашей области сегодня на мандат в Верхнюю Палату Парламента претендовали два человека. Выборщики депутаты маслехатов отдавали свои голоса, проходя через металлическую рамку. Это действие совершалось в целях безопасности. Голосование продолжалось в течение двух часов. Далее члены областного избиркома сняли с урны пломбу и, вытащив бюллетени, начали считать голоса. Победителем с большим перевесом стал депутат карагандинского областного маслехата Сергей Ершов. Независимый Казахстан насчитывает 20 с лишним лет. Казахское ханство около 500 лет. История тюркских народов уходит вглубь тысячелетий. А центром, объединяющим прошлое и будущее, является Улытау. После посещения Жасказганского региона об этом говорил в своем недавнем выступлении президент страны Нурсултан Назарбаев. Его слова нашли горячий отклик в душах карагандинцев. Не вдруг было вспомнено об Улытау. В прошлом были упущены многие исторические факты, связанные с центром кочевой культуры и степной цивилизации Улытау. Утраченное наследие казахского народа сегодня мало знакомо нынешней молодежи. Поэтому очень важно придать историко-культурному центру Казахстана особый статус. Массовый отток населения Жасказганской земли уже скоро компенсируется появлением новой железнодорожной магистрали Жасказган-Вейнео и Аркалык-Шубаркуль, в торжественном открытии, которое принимал участие сам Нурсултан Назарбаев. Именно дороги возродят экономику и инфраструктуру Жасказганского региона. Именно поэтому он должен стать привлекательным центром мирового туризма. В Карагандинском государственном медицинском университете поддерживают выступление Нурсултана Назарбаева о возрождении Улытау как сакрального и исторического центра Казахстана. Здесь происходили важные исторические знаковые события. Именно здесь формировалось ополчение для борьбы с иноземными завоевателями в годы борьбы с джунгарами XVII век. На этой земле имеется немало памятников архитектурных и исторических, посвященных историческим деятелям, батырам, ну и таким легендарным личностям, как, например, Жушихан. В Карагандинском медицинском университете студенты с интересом относятся к истории Казахстана и с удовольствием отправляются на экскурсии по знаковым местам. Причем не ради праздного любопытства. После поездок старшекустники применяют свои фотоматериалы, привезенные из экспедиции в учебном процессе. В начале августа четырехдневная поездка у нас состоялась как раз в Алутаусский район Карагандинской области. И цель наша была снять на фото и на видео интересные памятники, в частности, Петроглиф и Теректы, Аурие, которые относятся к эпохе неолита и эпохе бронза, а также Марзолей Жушихан, о чем говорил президент, что вот эти памятники необходимо изучать. Народ без корней имеет весьма туманное будущее, но Улытау, как сердце зарождения казахской государственности, надо не только чтить, но и уметь преподносить так, чтобы об этом святом месте для каждого гражданина страны заговорили в мире. Паломничество происходит за пределы нашего государства, хотя у нас масса такого, чего гордиться, чем может гордиться житель Казахстана и привлекать, наоборот, сюда туристов, чтобы показать, что здесь в свое время развивались мировые цивилизации, кочевые цивилизации, и они шли наравне с развитием европейской цивилизации. Иногда критикуют идею президента Менгелик Яль. Говорят, что ничего вечного нет. Но мечта народа, опирающаяся на тысячелетние исторические корни, говорит обратное. Без прошлого не построить будущего. Сергей Высокосов, Шалкар Алтенбеков, Бахтия Роуспанов, Первый Карагандинский. С 1991 года, согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН, ежегодно 1 октября отмечается как Международный день пожилых людей. В нашей стране этот праздник отмечают широко. Акимобласти поздравил с праздником и подарил домашний кинотеатр Дому ветеранов. Актовый зал Дома ветеранов и престарелых при Шахтинском был полон довольными и счастливыми бабушками и дедушками. Ведь специально для них был организован концерт в честь их праздника, выступал народный оркестр, который подарил песня пения и народный кьюи. Глава области лично поздравил ветеранов с праздником и торжественно вручил им подарок – домашний кинотеатр. Затем Нурмухамбет Абдебеков сделал небольшой обход внутри здания, осмотрел комнату здоровья и столовую, посетил комнаты проживающих и лично опросил всех об условиях проживания, о медицинском обслуживании и о качестве еды. Зимой как? Тепло? Тепло, хорошо. Ну, здорово, хорошо. Хорошо. Самое главное, чтобы крыша над головой, тепло. Медико-социальное учреждение основано в 1989 году. На сегодняшний день все места заняты и проживают 151 человек. Из них два человека – ветераны войны и 31 – труженики тыла. Все они находятся на полном государственном обеспечении и пенсию получают на руки. Комфортные комнаты на два, одного человека. Обслуга очень внимательная, хорошая. Руководство тоже слушает наши все просьбы, исполняет их. Очень благодарны за это. Ветераны питаются четыре раза в день. Есть специальное столовое для тех, кто страдает сахарным диабетом. Также в доме имеется массажное кресло, библиотека, комнаты для досуга, где можно поиграть в шашки и шахматы. Более ста сотрудников ухаживают за пожилыми людьми. В этот дом они попадают по разным причинам. Кто-то остается действительно без содержателя, без помощника, за которым нужен постоянный медицинский уход, постоянный уход. Кто-то, я так думаю, не уживается с детьми. День пожилых людей – праздник наших любимых, бабушек и дедушек, которые всегда согревают нас заботой и лаской. Уделяйте внимание своим близким не только по праздникам, а всегда. Бигзат Аликайдаров, Олжас Габасов, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. В Атырау состоялось пленарное заседание 21-го форума Межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации инноваций в углеводородной сфере с участием глав государства Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Продолжение следует... Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система Профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. День пожилых людей Аким Караганды Нурлана Убакиров поздравил долгожителей нашего города. Городоначальник вручил им ценные подарки и медали к 80-летию города Караганды. Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х годов уже во всем мире. Целью проведения Дня пожилых людей является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. Нурлана Убакиров посетил трех старожил нашего города. Я начала мединститут в Киргизии. И потом по жизненным обстоятельствам времена были тяжелые. Конечно, вообще молодость у меня прошла в очень тяжелой обстановке. Я видела и раскулачивание родителей. Нас было у матери 11 человек. Я самая младшая. Аким города посетил несколько ветеранов. Ветеранов войны, образования и труда. Один из них – 100-летний коренной житель Караганды Ковешников Иван Матвеевич. 80 лет нашему городу. Вот такая юбилейная медаль. Разрешите мне вам ее. Пожилым людям необходимо уделять время не только по праздникам. Они заслуживают нашего уважения и достойной внимания. Это наша гордость. Ведь благодаря им город развивается и цветет. Потому что наши бабушки и дедушки были у истоков развития Караганды. Мы должны быть благодарны за это. Уважаемые карагандинцы, сегодня у нас большое событие. День пожилого человека. И сегодня все государственные органы, структуры оказывают внимание всем пожилым людям. И сегодня поздравляем заслуженных людей в различных отраслях. Образование, здравоохранение, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла. Я хочу первое всего пожелать всем крепкого здоровья, успехов. Мы всегда будем помнить о том, что какой вклад наше старшее поколение внесло в развитие нашей страны, нашего города. Миссия выполнима. 1 октября для депутатов городского Маслихата вдвойне ответственный день. Проголосовав утром за кандидата на выборах в Сенат парламента Республики Казахстан, народные избранники продолжили вручать подарки пожилым людям Караганды. Чтобы все успеть в срок, депутаты начали поздравлять пенсионеров на своих участках еще накануне. Заранее собрали в подарок пожилым людям продуктовые наборы и приготовили открытки с теплыми словами поздравления. Подобрать адреса пенсионеров в избирательных округах депутатам помогли сотрудники городского отдела занятости и социальных программ. Готовые подарки было запланировано развести нескольким десяткам пожилых карагандинцев в разных районах города. Кроме того, на своих участках депутаты также поздравляли своих пожилых избирателей, которые нуждаются в поддержке. Напомним, в нынешнем году в честь юбилея карагандинскими депутатами была объявлена акция «20 добрых дел к 20-летию маслихатов». Однако стоит отметить, что уже к 1 октября количество добрых дел для своих избирателей превысило планку в 20. А поздравления людей почтенного возраста в их праздник депутаты проводят ежегодно. 4 октября весь Казахстан будет отмечать самый главный мусульманский праздник – Курбанайт. Как и положено, казахстанцы будут желать друг другу благополучия, прощать старые обиды. Так как на святые дни выпадают выходные, то праздник продлится только всю субботу и воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Курбанайт – праздник жертвоприношения и праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Рамазан, в 10-й день 12-го месяца исламского лунного календаря, в память о том, как пророк Ибрахим был готов принести в жертву своего сына Исхака. Курбанайт празднуется в течение трех дней, и в это время мусульмане приносят в жертву одно из животных – овцу, корову, барана или верблюда. Большая часть мяса, принесенного в жертву, отдается малоимущим – сиротам, престарелым. Считается, что тот, кто сделал Курбаншалу – жертвоприношение, обеспечил своей семье благополучное существование. Кстати, резать баранов можно только в одном месте. В стороне Пришахтинска есть специально отведенное для этого место – Арайкизет. В этом году у казахстанцев не будет дополнительного выходного в будние дни. В этом году праздник совпадает с субботой. То есть этот день приходится на субботу. По постановлению нашего правительства, религиозные праздники, которые совпадают с обычным выходным днем, то в этом случае дополнительного выходного дня не дается. В городе открылось новое отделение Азия Кредит Банка. С целью расширения своих отделений, а также стремления стать ближе к своим клиентам, Азия Кредит Банк распахнул двери нового подразделения. Азия Кредит Банк функционирует в Казахстане с 1992 года. На сегодняшний день он является одним из универсальных банков, предоставляющих современные и конкурентоспособные банковские услуги во многих городах Казахстана. Является членом Казахстанского фонда гарантирования депозитов, пионером ипотечного кредитования и лизингового финансирования в нашей республике. Добрый путь и чтобы были хорошие клиенты и хорошие обороты для банка. Желаю успехов. Минувший год ознаменовался для банка стремительным ростом всех показателей, привлечением сильнейших партнеров и множества клиентов. Нашему банку более 21 года. Раньше было название нашего банка «Лариба Банк». Три года назад был осуществлен рембрендинг филиала, вернее банка. Изменилось название, улучшились подходы, расширилась продуктовая линейка для банков. Профессиональная деятельность Азия Кредит Банка базируется на ключевых принципах – честность, доверие и ответственность. В своей работе сотрудники Института финансов стремятся к установлению долгосрочных партнерских отношений со своими клиентами. Хочу поздравить с открытием нового филиала. Сегодня Азия Кредит является динамично развивающейся банком в стране. Желаем больших успехов, чтобы все больше клиентов доверяли вашему банку. Центр банковского обслуживания предлагает условия кредитования как для физических, так и юридических лиц. Бизнес-кредиты предоставляются от 10% годовых, ипотека – от 12%. Также предусмотрены выгодные условия и по депозитам. Карагандинка Римма Ермолаева решила доверить свои сбережения именно этому банку. Открыв депозит на выгодных условиях, сегодня она получила подарок от банка. Банк совместно с интернет-сайтом «Проденьги» в период с 19 мая по 19 августа провел среди клиентов акцию. Среди карагандинцев, открывших в период акции вклады в банки, разыгрывались ценные призы. Итоги озвучили сегодня на торжественном открытии. В последние годы Азиакредитбанк, сотрудничая с крупнейшими предприятиями страны, устойчиво развивается. В новом отделении банка в Майкудуке уже готовы оказать свои услуги. В планах открыть еще одно на юго-востоке города. Гульнур Жакенко, Айрат Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Карагандинские дзюдоисты, синхронисты и грибцы уже собрали неплохой урожай серебряных и бронзовых медалей на азиатских играх, которые проходят в Инчхионе. Чествование медалистов прошло во дворце спорта имени Нуркена Абдирова. Самое большое количество серебряных и бронзовых медалей завоевали грибцы. Светлана Германович, Марина Васильева, Виталий Васильев, Михаил Таскин, Артем Исупов, Евгений Васильев. Несмотря на столь большое количество медалей, в копилке, к сожалению, не оказалось золотой награды, к чему есть объективные причины. Тем более, что мы находимся на техническом уровне, если по большому счету, на самом последнем месте из всех стран, которые выступали сейчас на азиатских играх. Также синхронистки Алина Маткова, Ксения Кочурина, Ольга Издакова стали бронзовыми призерами, а карагандинские дзюдоисты Максим Раков и Ержан Шинкеев стали серебряными призерами игр. Азиатские игры продолжаются. Еще многие наши спортсмены будут выступать в различных видах спорта. Надеемся и верим, что наша сборная завоюет золото. Сегодня в одной из спортивных школ города прошли соревнования по греко-римской борьбе в честь заслуженного тренера Республики Казахстан Владимира Ильича Гиря. Открытая первенца города собрала 120 юных спортсменов 1999-2002 года рождения. На соревнованиях приняли участие борцы из Каркарлинска, Садпаева, Жасгазгана, Сарани и нашего города. Проводим достоинство, как она, по плану, годовой план сегодня, первое соревнование в этом году. Турнир проходит в третий раз. Подобные соревнования повышают мастерство юных спортсменов и мотивируют к достижению больших высот в порте. Нариман Сайлау занимается борьбой 4 года, выступает в весовой категории до 27 килограмм. Мечтает стать чемпионом мира. Я был на соревнованиях много раз. В Шахтинске третье занял, в Довлетске два раза второе занял и в Саране четыре раза первое занял. Соревнования подарили массу эмоций зрителям и участникам от горечи поражения до радости победы. Греко-римская борьба развивает сильный дух и дарит атлетическое тело. Бигзат Аликайдаров, Олжас Габасов, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо вам за внимание. Увидимся с вами в эфире. Аман Сау Болынсдар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин